всем приветик это видео про приручение хомячка у меня джангарский хомяк зовут ее эми это девочка ей месяц и купила я ее неделю назад неделю я ее не трогала она живет вот в таком вот вольере большом вот и хочу поделиться своими впечатлениями я дам пока свою руку понюхать пускай нюхает я буду вам рассказывать до этого у меня было хомячка джесси да кстати вы слышите на фоне чириканье вернее песчане это птенцы попугаев чирикают продолжим до этого у меня была хомячка джесси вы могли видеть ее на моем канале кто со мной уже давно купила я ее тоже в возрасте три-четыре недели ей было я не делала никакой адаптации я сразу же ее брала в руки я сразу же с ней играла я сразу же ее начала приручать без всяких вот этих вот недельных адаптаций как говорят нужно принести хомяка домой посадить его в клетку и не трогать неделю ну и вот хочу сказать вам в сравнении с тем как это было с джесси это было очень легко и просто очень быстро джесси ко мне привыкла то есть она на меня не кричала и ничего теми же неделю просидела сама потому что мы выезжали и ухаживала за животными моя знакомая и как бы она или просто меняла воду и добавляла корма на ее не трогала с ней не общалась сравнение с джесси эмми как бы получилось как по правильному прошла адаптацию неделю и никто не трогал она себе тут обживалась но сейчас она реально дикая то есть она на меня кричит как только подходишь к вольеру она начинает орать она не кусается ну как бы я и надеюсь ей повод не даю вот я просто подставляю руку она меня нюхает не я не беру в руку но когда она резко видит что я пришла она начинает кричать бегать конечно надо этого еще сбежала она сутки гуляла по квартире может быть еще это свой отпечаток дало вот поэтому когда я ее нашла но я ее поймала в переноску можете тоже посмотреть об этом видео я поставила такую ловушечку типа ну как безопасную для нее ловушку и эмми просто зашла когда она брала корм за ней захлопнулась дверь таким образом эмми попала в клетку в маленькую в переноску и когда я пришла она меня увидела начала кричать падать на спину двигать по этой переноске я открыла в вольере переноску она вышла и тоже начала бегать по вольеру и орать в общем просто такой перепуганный хомяк я еще такого никогда не видела и вот сейчас я слышала что она копается тут чем-то занимается то есть она не спит я решила сейчас к ней опять подойти к с предложением познакомиться имечка девочка ну давай уже будем дружить я ж тебя не это не трогаю сильно там не мучаю ничего с тобой не делать не собираюсь давай ты меня уже не будешь бояться вкусняшки с рук она мне не берет вот я и предлагала семечку кто мы там едим а мы там умываемся на тяну семечку с посмотрим возьмет или нет эми эмичка какая милота видите я держу руку семечкой и как бы к ней близко сильно не подношу я жду пока она сама проявит интерес ну скажем так когда я приручала джесси я ее не приручала вкусняшками опять-таки как рекомендуется в интернете берете вкусняшку предлагаете хомяку я не хотела ассоциировать свою руку с едой да что это подноситель еды так сказать я хотела ассоциировать свою руку с чем-то безопасным и приятным вот но в данной ситуации как бы попробую еще таким образом джесси вообще но не боялась не пугалась тоже можете посмотреть первое видео с ней когда ее принесла домой знакомство с джесси и это было очень миленько вот эми когда я принесла она тоже абсолютно меня не боялась абсолютно нормально на меня реагировала не кричала не пугалась то есть очень смелый спокойный хомячок но спустя неделю вот как бы она действительно одичала она тут жила сама она решила что это вот ее мир такой маленький тут вдруг в этот мир рука заходит вот поэтому я склоняюсь к тому что нужно было бы действительно сразу начинать с ней общаться но у меня так получилось что я просто уехала мы в турцию и жали на неделю и нас не было я ее забрала раньше я хотела ее после турции забрать и сразу начать переручать но потом подумала ну сделаю все правильно как 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 написано в книге так сказать ну и как видите не всегда то что написано в книге как бы подходит всем может быть кому-то подходит но в данном случае я понимаю что лучше бы я эту неделю с ней общалась либо она обожила со своими зародичами еще недельку и потом бы я ее забрала и сразу бы вот начала приручать как это было с джейси на данный момент у меня как бы их хомяк такой не ручной буду продолжать и приручать как это я буду делать буду просто просто буду давать и себя нюхать и ожидать что она перестанет на меня кричать кидаться убегать так у нас какие-то действия происходят фокус теряется ладно переживем правда семечку она понюхала но не захотела брать стоял у нее домик тот который у меня остался от лучика кто смотрел видео когда канал хомки лена принесла мне лучика и остался домик случайно они переноску потом забрали домик остался мы его вынимали тогда из клеточки и оставили на подоконнике на батареи вернее под окном я и его не заметила через пару дней нашла уже когда лучика отнесла назад и потом когда эми принесла то я ей поставила этот домик но она в нем не хочет жить уходит оттуда и ни в какую так эми ну ты меня тут вообще видишь что я тут есть или нет видите процесс такой как бы нудный можно сказать поэтому нужно набраться терпения и самое главное не пугать хомяка потому что хомячки очень пугливые животные они мелкие они как бы в природе им тяжело очень выжить и у них генетически заложен такой вот инстинкт самосохранения всего бояться так что это нормальное поведение но еще наверное зависит от характера самого хомяка так же как и у других животных также у людей кто-то более смелый кто-то более трусливый вот не знаю даже мне кажется она смелая потому что она реально кричит такая защищается смельчак маленький мой белый кстати она меняет окрас так положу семечку устала мне уже рука лежать сидит так вот она ее сразу сейчас начала нюхать все сразу забрала семечку себе и кушает видите а со мной и не хотелось этого делать то есть не стоит сейчас можно было бы допустим поднять этот домик да и попробовать ее взять на руку но я не буду этого делать это никак не ускорит процесс а только замедлит его потому что хомяк опять испугается он не будет себя чувствовать в безопасности и соответственно это усложнит процесс приручения самое главное дать зверьку почувствовать себя в полной безопасности и на его территорию очень аккуратно внедряться я все же советую не делать такую большую адаптацию возможно там первый день может быть два да я согласна нужно дать зверьку немножко освоится потому что вы его перевезли из одного места в другое сам процесс переезда как бы транспортировки это уже стресс вот переход на другой корм это уже стресс я допустим кормлю витакрафт меню витал я не думаю что там давали и этот корм скорее всего давали какой-то дешевый корм я сразу и насыпала витакрафт видите все как бы я убираюсь она боится но вот будем постепенно приучаться приручаться чтобы она мой запах запоминала не знаю может быть какой-то и положить свою из своей одежды что нибудь говорят крысу легко приручить если положить какую-то вещь свою книг клетку старую футболку ну что то что вы носили а вдруг он ее погрызет ли и это нанесет вред хомячку не буду этого делать просто буду почаще к ней подходить предлагайте и понюхать свою руку когда она привыкнет к моему запаху я надеюсь что она перестанет так меня пугаться и тогда я смогу брать на руки это тоша тошик как привет а тут вот гнездышко и в нем птенцы волнистого попугая он вышла мамочка лайма здесь у нас и такие динозаврики их 4 еще один мы ожидаем он еще в яйце вы на канале джесс лайфхом онлайн и меня зовут виктория это для тех кто с нами впервые я надеюсь моё видео было полезным нажимайте на колокольчик тогда вы будете получать уведомления и первыми видеть мои видео